Котлы гудят в помещении жарко. Объект готов к тому, чтобы согревать пустошбор этой зимой. Котельная номер 37 на улице Нормандии Нема начала подачу тепла в соцобъекты микрорайона. Было предписание Ростехнадзора выполнить перевооружение двух котлов. К новому сезону все сделали. Данная котельная самая крупная в акционерном обществе гортеплоэнерго номер 37. У нас отапливает весь район пустошбор. Более 200 потребителей у нас здесь, в том числе социальные объекты, жилье. На данный момент у нас подключено к отоплению 4 детских садика. Сейчас в данный момент подключаются школы и работаем с лечебным учреждением. Также готовы к подключению, ждем от них соответствующей заявки. Объекты в гортеплоэнерго к отопсезону готовы. За лето проведен капитальный ремонт тепловых сетей и многое другое. А вот ПАО «Т-Плюс» успела не все. Ремонтные работы в данный момент идут на четырех объектах. Улицах Кудряшова, Варенцовой, Советская и Панино. Коммунальщики уверяют, что на подачу тепла в жилфонд это опоздание не повлияет. А вот на функционирование системы повлияет. Прогреться должным образом не все трубы. С понедельника начнется подача тепла, но не следует ждать, что прямо весь фонд будет подключен одновременно с понедельника. Как правило, этот процесс занимает от трех до пяти дней. Поэтому каждый день мы будем фиксировать, кто подключен, кто не подключен. А с понедельника в администрации города Иваново начинает работать горячая линия по приему обращений. Соответственно, каждую заявку будем в ручном режиме отслеживать. Известно, что в первой половине дня в пятницу утопление поступило в 132 детских сада и 23 школы областного центра. Холод в квартирах, осталось потерпеть еще одни выходные. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин